Сегодня мы поговорим об апгрейде компьютера и в первую очередь об апгрейде оперативной памяти. Почему мы решили начать именно с этого? На наш взгляд это наиболее простой и быстрый способ увеличить производительность компьютера значительным образом. Покупателям компьютеров, в особенности покупателям готовых решений, знакома проблема недостаточной их производительности, в особенности недостаточного объема установленной оперативной памяти. А зачастую производители готовых решений устанавливают оперативную память, мало того, немного, но и устанавливают ее в виде одной планки, как в данный момент установлен на этом компьютере, что снижает общую производительность системы за счет одноканального режима. Соответственно, с выходом новой операционной системы от Microsoft Windows Vista еще более обострилась эта проблема из-за того, что Vista в первую очередь охоча именно до оперативной памяти. Тогда как можно обойтись достаточно слабым процессором частотой 1,5 ГГц, то требования к оперативной памяти начинаются от 1 ГБ для комфортной работы и выше 2 ГБ для запуска серьезных современных выборов. Любой объем оперативной памяти, который вы сочтете нужным купить для апгрейда, лучше всего покупать в виде двух модулей памяти одинакового объема и одинаковой скорости. При этом наилучшим выбором будут наборы, составленные из двух абсолютно одинаковых модулей памяти, протестированных производителем на совместимость. Для того, чтобы не ошибиться при покупке модулей памяти для апгрейда, очень важно знать тип оперативной памяти и скорость работы, на которую рассчитана непосредственно материнская плата. Для того, чтобы не ошибиться, есть два способа. Первый, вы можете извлечь из материнской платы тот модуль памяти, который у вас стоял там для этого, взять его с собой в магазин и продавец, если он достаточно грамотен, по маркировке этого модуля определит те модули памяти, которые вам нужны. Но в редких случаях, в случаях, в частности, материнских плат с разными типами памяти, вам понадобится мануал от материнской платы, то есть инструкция по эксплуатации. В данном случае она выглядит так, но может и выглядеть как отдельная небольшая книжечка формата где-то в половину страницы А4. Если в магазине, куда вы пришли за памятью, не окажется модулей памяти именно с той частотой, которая указана в инструкции к вашей материнской плате, не бойтесь покупать модули памяти с большей частотой. Они прекрасно заработают. Единственный минус – это будет существенно дороже. Так, например, если в инструкции к вашей материнской плате указано, что она поддерживает модули памяти с частотой до 533 МГц, можно совершенно спокойно покупать планки с частотой 800 МГц. Они просто заработают на более низкой частоте. При этом работоспособность компьютера полностью сохранится. Итак, нужная память выбрана и куплена. Теперь перейдем к процессу установки памяти. В данном случае, в качестве примера, мы решили взять материнскую плату производства Foxconn на чипсете Intel P965. Дело в том, что маркировка разъемов памяти на этой материнской плате характерна для большинства случаев. То есть парные разъемы маркируются одинаковым цветом и располагаются через один друг от друга. Но это не всегда так, поэтому для правильной установки лучше всего свериться с мануалом вашей материнской платы. Теперь перейдем к установке оперативной памяти. Для этого отводим в сторону крепления на разъемах. В данном случае мы будем использовать два разъема одинакового цвета для двухканального режима работы памяти. И мы выбираем разъем, который располагается дальше от процессора для уменьшения нагрева. После этого берем первый модуль оперативной памяти и сверяясь с ключом в его контактах, который расположен несимметрично, вставляем этот модуль в разъем. Ключ расположен таким образом, что перепутаться направление невозможно. После этого слегка надавливаем с двух сторон, в результате чего крепления разъема защелкиваются самим собой. Аналогичным образом мы поступаем со вторым модулем. Два модуля оперативной памяти общим объемом в 2 ГБ установлены в двухканальном режиме.